Я хотел сделать одно очень важное заявление и замечание по поводу стрим-фотографии. С музоном ходится по улице просто перфектно. Все-таки я перехвалил единичку. Я не поеду ни в какой другой район. А где еще встретишь на улице Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова? Меня зовут Валентин Христич. И я немного сумасшедший. Хотя немного это, наверное, я лечу себе. И я назвал свой проект «Вставай и снимай». И теперь, несмотря ни на какую погоду, я встаю и снимаю. И это, хочу я вам сказать, добавляет интересных красок в мою жизнь. Потому что любой другой нормальный человек в такую погоду сидит дома и никуда не выходит. Даже злой хозяин не выгонит собаку на улицу в такую погоду. Но я же не собака. Поэтому мне смело можно... Да, я выгляжу смешно. После того, как я стал блогером, мне, честно, глубоко комплексы, как таковые, стерлись вообще в хлам и в пыль и в муку. Поэтому я просто хожу и разговариваю сам с собой в поисках интересных ракурсов и интересных событий. Хозяин канала «Вставай и снимай» приглашаю всегда всех в гости, всех своих подписчиков. И угощаю их каким-то интересным контентом. Угощаю. Секундочку. Побежал. Движение «Жизнь» готова сделать. Можно? Да. Все, удачи. Я говорил о том, что я, как хозяин своего канала, как человек, который приглашает в гости всех своих подписчиков, я обязан угощать какими-то печенюшками. И эти печенюшки, они, как правило, выражаются в форме каких-то фотографий, в виде каких-то интересных событий, картинок и сюжетов. По правде сказать, в понедельник с утра с фотогеничностью все так себе. Но на то он и понедельник. Вот интересный сюжет. Сейчас мы его подснимем, кстати. Ну, такой стремноватый кадр. Можно было в глаз получить каким-то щебнем с земли. Привет, друг. Что, тебя тут одного кинули? Нашел очень крутое здание. Сколько раз здесь проезжал, никогда не сворачивал в этот дворик. Но так как я сегодня хожу пешком, я на этот домик набрел. И он смотрится достаточно так аутентично. Если еще отрезать автомобили, которые тут стоят. Чего не сделаешь, вроде хорошего кадра. Секунда промедления, только на секундочку замешкался и подумал подходить, не подходить, снимать, не снимать. Как сразу же оп, и человеку позвонили и забрали его в машине. Ну, то есть, нужно сразу действовать. Я сколько раз в этом убеждаюсь, сколько раз я на этом сам спотыкаюсь. Что как только проскакивает мысль, как только появляется желание кого-то сфотографировать, нельзя медлить ни секунды. Нужно просто прямо тупо идти на пролом. Иначе ничего не получится. 2-3 секунды и объект ушел. Все. А можно я попрошу вас не улыбаться? Интересно, что вы сразу согласились. Это, знаете, такая сейчас редкость большая. Гляньте на меня, пожалуйста. Спасибо большое. Час прошел и на улице уже стемнело. И как всегда, в такую пору тяжелее фотографировать, потому что автофокус вообще тупит просто жестко. Снять достаточно сложно. Ничего, могли бы переступить. Был бы хороший кадр. А откуда вы меня знаете? Интересно. Интересно, интересно, интересно. Да, я знаю, что я похож на китайца. Да, я знаю, что я смешно выгляжу. Но это мне не мешает ходить по улице и выхватывать те моменты, которые мне кажутся интересными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Когда кажется, что снимать нечего, можно позаниматься салфачизмом, так сказать. Нашел зеркальце, почему бы не сделать прикольную себе аватарненьку в дождливом, таком мокром одеянии. В такую погоду желательно не выходить с неподготовленными камерами, потому что реально затопить элементарно. Поэтому я вцепил Соньку, которая, в принципе, не боится дождя. И единичку взял. Других вариантов нет. Все остальное либо с зонтом, либо затонет. С музоном ходится по улице просто перфектно. Включаете свои любимые треки и в любую погоду, в мороз, в дождь, в сной выходите и получаете от этого кайфулечки. Это реально круто. Это завтра парад или когда? А что ж так в дождь репетирует? Все-таки я перехвалил единичку и есть небольшой косяк. Заплыл экранчик и, короче, там булькает теперь вода. Знаете, была такая игра, колечки нажимаешь и там, короче, булькает внутри. Надо колечками попасть на такие штырьки. Что-то очень сильно похоже на это. Короче, кэнон отстой. Я не поеду ни в какой другой район. Я буду находиться в спальном районе, где непредвиденные обстоятельства на каждом шагу. Вы маршрута ждете, да? Ого, тут можно, да, так? У меня голова пройде, чи нет? Я не знаю, пройде у меня голова, чи нет. О, прохожу. Ну, чуть сворачивает голову, но я прохожу. А у вас тут, кстати, тепло. Тоді все понятно. Тоді у вас... Так, что вы бастете, чи что у вас тут делать? Є? Короче, понятно. Жити можно в этом особо. Дякую вам, великий хай счастлив. Так, иначе голова прошла, да? Заходил бы ли я туда, куда захожу я сейчас? Залазил бы ли я в те дебри, которые я залажу благодаря проекту «Вставай и снимай»? Думаю, вряд ли. Все эти приключения, все эти события, все то, что происходит со мной благодаря этому проекту, ну, по большому счету, я не знал, куда я это все... Куда это все меня заводит? Все это... Все это... Производные, все это издержки проекта «Вставай и снимай», но, по правде говоря, мне это нравится. Вы не против пару фотографий таких, ну, очень-очень издалека? Если будет интересно, или если вдруг вы запомните, проект называется «Вставай и снимай», вы можете в YouTube нас найти, ну, там много разных интересных серий. Да, то есть такой мотивационный проект и созвучный, думаю, легко будет запомнить. Вот, и эта серия, думаю, уже очень-очень быстро выйдет. Вы ждете кого-то? Чего-то? Так я ж тоже смотрю, что ждете, 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 ну, я уже сейчас вот к вам подойду. Если вы запомните, если вы подпишетесь на канал «Вставай и снимай», то вы сможете сами это сделать без труда. Причем, мало того, уже в эту пятницу. Я хотел сделать одно очень важное заявление и замечание по поводу стрит-фотографии. Если вы надумаете выходить на улицу и будете думать, что у вас прям сразу сходу, с первого часа все получится, вы глубоко ошибаетесь. Вы не против для стрит-фотографии и пару снимков? Погода такая, конечно, интересная. На любителя, да. Но она достаточно фотогенична, эта погода. Такая, сейчас спокойная эмоция. Гляньте, пожалуйста, в камеру. Хорошо, удачно вам дождаться того человека, которого вы ждете. Самый важный момент, кульминационный момент, когда ты уже на грани того, чтобы закончить и сворачивать удочки. Ни в коем случае не нужно этого делать. Я не устану это повторять, потому что в любой фотосессии, даже в коммерческой фотосъемке, самые удачные фотографии всегда получаются в конце. Здравствуйте. Мы идем на фото. Вас сфоткать? Да, пожалуйста. Давайте, без проблем. Давайте, что ж, дождливая фотография. Отлично. Вы не боитесь дождя, я так понимаю. Тогда я сейчас сделаю так, чтобы прям совсем было все здоровски. О, отлично. Как давно вы познакомились? Четыре года назад. Четыре года назад. Какой сегодня праздник? Пожалуйста, поздравляю вас с каким-то праздником. У нас всегда праздники. Мы, кстати, у меня уже немножко два года. Да? Да? Ну, значит, все хорошо. У нас бы такие бывают жизненные счастья. Видите, когда Алла Пугачева и Киркорова. Да? И Киркорова. А где еще встретишь на улице Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова? Да вот здесь, на улице Артема. Это же счастье. Только сегодня, только в дождь, Филипп Киркоров и Алла Пугачева ходят по улицам Киева под дождем. Не прячьтесь, не прячьтесь, вы убегаете, как будто бы вы, наоборот, наполняли этот кадр смыслом, и вы убежали оттуда. Вот, объект стоит. Девушка, вы автобус ждете? Что, серьезно? Да. А что фотографируете? Что-что? Блин, вот реально офигенно просто. Мы сейчас с тобой обменяемся контактами, я думаю, что я поиграю с тобой тоже в фотографа. Хорошо. Так, так и будь. Ничего не меняй. Не улыбайся. Посмотри вправо. Вот так вот просто на улице спустя 3,5 часа под дождем промок весь, как, я не знаю, не буду говорить это слово. Я нашел вот такого красивого, фотогеничного и очень симпатичного человека, который не против поработать в качестве модели. И я думаю, что мы увидим в какой-нибудь новой серии Вику, которая просто шла по улице. А куда ты шла? В студию другу фотографу. В студию, да. Вика тоже фотограф, и она не против принять участие в качестве... Ну как, я начинающий фотограф. Начинающий фотограф, да. Но она также не против принимать участие в качестве модели. Что мне кажется ей, ну не знаю, как насчет фотографа, я не видел твоей работы, но в качестве модели очень здорово. Спасибо большое. Ну вот, блин, ну офигенно же, да. Ну вот, все-таки 3,5 часа блуждания по лужам, промокания в хлам не прошли зря, не прошли даром. И я сделал этот офигеннейший кадр, я сделал то, ради чего я выходил на улицу. И это круто. И это круто, и это реально заряжает, и это вдохновляет, и это... Меня переполняют эмоции, потому что наконец-то я сделал хорошую фотографию на самом деле. Финализируя сегодняшнюю вылазку, еще раз, я хочу сказать вам, друзья, не отчаивайтесь и не унывайте, если у вас в начале что-то не получается. Я вас уверяю, уже есть формула успеха уличной фотографии. Самые классные кадры получаются спустя 3 часа. В среднем 2-3 часа, в зависимости от того, где вы снимаете и что вы снимаете. Но в среднем, в начале никогда ничего не получается, поэтому не унывайте, это нормально. Главное, идти до конца и не сдаваться. Ну, а я с вами прощаюсь, до новой серии, через неделю, пока. Главное, идти до конца и не сдаваться.